Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! На поляну отправлен Валерий Блюменкранц для участия в конкурсе «Человек года 2018». Одновременно Алексей Безус отказался от намерения ухаживать за татой Блюменкранц, ссылаясь на какие-то стрёмные вечеринки, в которых она принимает участие. По словам Алексея Безуса, который упорно отстаивает честь молодой мамочки, она позволяет себе тусоваться по сомнительным заведениям с бывшими участниками, которые употребляют запрещенные вещества. Леша не скрывает, что ему не нравятся такие вылазки таты по злачным местам столицы. Андрей Черкасов, как и обещал, привел жениха для Оксаны Рязки. Все в шоке! Рязка, конечно, нудная женщина, но не так же унижать. Саша Гобозов начал мстить Анастасии Толстихиной. Мужчина рассказал позорные подробности их общения. Вот что написал Саша. «Да, у нас с Настей был интим. Один раз я ей отказал, когда она лезла ко мне при ребенке. После тусовки я осталась ночевать у нее в квартире. В одной комнате спали я, Настя и ее ребенок. Не понимаю, почему Толстихина легла спать не с ребенком, а со мной. Для меня это аморально. Не удивлюсь, если она в квартире устраивает оргии. Я отказал ей в сексе, потому что понимаю, при ребенке такое недопустимо. Однако других мужчин это останавливать не будет». Позже Гобозов заявил, что вообще хочет, чтобы Толстихину лишили родительских прав. В сети появились слухи, что проект покинула Марьяна. Так ли это, узнаем в эфирах. Из конкурса «Человек года» выбыли Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель, которых слили в очередном этапе. На проект возвращается Иван Барзиков. По крайней мере, так он сам утверждает в соцсетях. Интересная новость с сайта шлок. Анастасия Яндальцевой запал в душу бывший участник Дома 2 Степан Меншиков. Они познакомились на съемках клипа Ольги Бузовой и Вити АК-47 и с тех пор общаются. О возможном возвращении Степана на проект говорила сама Настя, а сегодня Меншиков подтвердил эту информацию. Степан считает, что Настя просто прекрасна. Она ухаживает за собой и имеет отменную пятую точку. Друзья, пожалуйста, оцените это видео! Поставьте лайк или дизлайк! Сегодня стало известно о том, что Марго Овсяникова покинула телепроект Дом 2. Девушка отправилась за ворота после нескольких месяцев беспрерывного нахождения на проекте. По предварительной информации, Марго выгнали на голосование из-за того, что на ток-шоу она поругалась Бузовой и Орловой. Однако в эфиры это не вставили. Стоит отметить, что Артем Сорока так и не ушел вслед за своей избранницей. Как и предполагалось, этот союз является фиктивным, поэтому уход одного из партнеров не гарантирует уход второго. Сейчас Марго занимается поиском работы за периметром и в эскорт возвращаться не хочет, несмотря на заманчивые гонорары. Ольга Рапунцель поделилась, что сейчас они с Димой Дмитрянкой решают вопросы касаемо собственного жилья. Они копят на ипотеку, на первоначальный взнос это 2-3 миллиона. Оля написала, мы же не пойдем к маме или сестре жить. Раньше об этом не думали, гуляли, кутили, тратили на шмотки, клубы, кафешки. А сейчас появилась семья, дочь. Мы одумались, стали мудрее. Анастасия Яндальцева является достаточно неоднозначным персонажем. Девушка не скрывает свою любовь к деньгам и обеспеченным мужчинам, которые могут содержать вторую половинку, обеспечивая ее всем необходимым. Судя по анонсу, наша героиня решила отстоять свою честь, устроив потасовку с новенькой участницей. Без особых церемоний Яндальцева набросилась на девочку, которая открыто заявила о том, что на проекте много элитных эскортниц. Настя приняла на свой счет высказывания о представительницах древнейшей профессии, которых на Доме-2 стало очень много. По словам Яндальцевой, она устала слушать бред о том, что она эскортница. Долгое время на телепроекте Дом-2 находятся Кристина и Мария Смирновы. Девушки пожаловали на знаменитую телестройку несколько месяцев назад. Однако так до сих пор и не построили нормальные отношения. Судя по анонсу эфира, Маша и Кристина только портят свою жизнь, находясь на Доме-2. Зрители обратили внимание, что сестры часто ссорятся между собой, а также кардинально изменились внешне. Речь идет о лицах и голосах близняшек, которые скурились и спились. Из милых девчонок они превратились в хабалок, голоса которых прокурены, а лица опухшие от постоянных пьянок. Очевидно, что если так продолжится, то для сестер ничем хорошим это не закончится. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!